Уж так получилось, что «Фарфоровый путь» — первая и последняя в 2020 году привезенная в Тагил выставка. Здесь представлено наследие Богдановичского фарфорового завода из коллекции Краевеческого музея этого города. По производственной мощности завод в Богдановиче в свое время был вторым после Ленинградского фарфорового завода. Просуществовал 25 лет и выпустил более 1 миллиарда изделий. Внимательные зрители уже заметили, что на некоторых произведениях есть вот такие метки, то есть надписи с художниками, что, конечно, на фарфоре не встречается в быту, когда мы его получаем. И это, так сказать, нулевые экземпляры, то есть когда художники работали, придумывали, создавали это произведение, и именно оно было представлено на художественный совет. То есть затем, если произведение проходило художественный совет, уже поступало в массовое производство. Фирменный рисунок и торговый знак «Хозяйка Медной горы» в виде ящерки был известен всему Советскому Союзу, да и за рубежом продукцию знали, а художники участвовали в международных выставках, сохраняя национальную керамическую традицию, восхищая ручной мазковой росписью. Совместный проект музеев Тагила и Богдановича получил грант областного Министерства культуры – 350 тысяч рублей. В Богданович отправилось 48 подносов для выставки «Соната цветов», а в Тагиле впервые увидят раритетный богдановический фарфор – 104 предмета. Мы приобретаем еще и предметы Богдановического фарфорового завода вот по этому же гранту. То есть наша сотрудница, которая ездила в Богданович передавать подносы, она побывала в лавке, которая еще продает, вот 10 лет они уже не работают, но сделали столько много, так сказать, белья, то есть вот этих вот белых фарфоровых изделий, что художники еще продолжают это расписывать, и это продается в отдельной лавке. И вот таким способом мы будем пополнять свою коллекцию. Мы приобрели, по-моему, 16 произведений, то есть это один большой набор, пасхальный набор, вот часть его представлена, даже можно посмотреть на этой выставке, то есть это не наши предметы, это привезены из Богдановича, но он похож. Кроме того, это еще пасхальное яйцо, оно принадлежит Некрасову, это, я говорила, ведущий художник завода, да, он был, и это вот такой же замечательный петушок, который здесь также представлен на выставке. Выставка «Фарфоровый путь» побудет в Тагиле до конца февраля. В новогодние праздники музей работает так, что у горожан есть время увидеть все своими глазами.